Я всегда благодарю Господа, когда у меня есть возможность поделиться с народом Божьим, Словом Божьим или своими какими-то переживаниями. Я просто благодарен Господу. Надеюсь, что это будет в пользу каждому из нас. Каждый что-то извлечет из этого. Мне просто интересно, бывает иногда, вот такие есть места в Библии, что как бы противоречие. Например, я вас спрошу, здесь есть кто-нибудь, который не грешит человек? Ну, написано, кто не грешит, то лжется не в нем истине. А есть другое место. Рожденный от Бога не грешит, а лукавый к нему не прикасается. Как об этом рассуждать? Как это бывает? Здесь есть святые люди в церкви? Тоже вот. Ну, мы поднимаем, да, слава Богу. А вот интересно, человека, когда врасплох застанешь, ты святой, он, ну да, ну и начинает там как-то местописаниями. Я как-то раз думал, думаю, вот так подойдет ко мне кто-то из молодых и спросит, ну, как стать святым? А я сам себя поймал, я даже не знаю, как стать святым. Ну, я могу, местописаниями сказать, а вот как действительно стать святым, друзья, вот. Каждый себе задайте вопрос, что нужно сделать, чтобы стать святым? Да, святой это отделенный. Святой, да, освящается еще. Друзья, если я святой, так это же самая, как бы сказать, полнота, совершенство. Что мне еще надо на этой земле? И воля Божия есть освящение ваше. Святой, да, освящается. Предела нету. То есть из веры верую, силы силы, и славу славу есть. Есть путь Божий, который Господь нам всем предлагает, святой, да, освящается. Вот как стать святым? Я так думал, написано, праведник, да, творит правду. Святой, да, освящается, а нечестивый пуск вернится. Оказывается, что я увидел, что через закон, через дела закона, заповеди, это была характеристика дана, когда отец Иоанна Крестителя написано, Лука, это вам вторая глава написано, он был Захария, муж праведный, соблюдающий заповеди, законы, постановления. Вот, праведный человек, соблюдающий закон, уставы, постановления. А где характеристика, которая дана святому человеку? Вот что нужно сделать, чтобы быть святым? Как определить? Написано, Закорнилия, это муж благочестивый, да? Вот святое, непорочное, чистое благочестие перед Богом, хранить себя неоскверненным, презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. То есть он был муж благочестивый, добродетельный. Когда человек такой, значит, он всего-навсего, он благочестивый. А как стать святым? Знаете, я немного думал об этом, молился, или это лично для меня Господь открыл? Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Я понял, что вот это вот, то, что мы многие потеряли, оно так важно и главное. Никакими делами закона, никакими добродетелями вы никогда не станете святыми. Только соединяющиеся с Господом. Но чтобы соединиться с Господом, оно не всегда так просто. У нас сразу, если мы, как Ваня сказал, если у кого-то нечистый устал, лукавый сразу тебе принесет. У тебя вот это там, вот там узелок завязанный, того ты не отпустил, и все, и нету дерзновения. Ты молишься, молишься, а Господь тебя не наполняет. То есть всегда, чтобы соединиться с Господом, нужно прежде всего сходить на Голгофу, омыться кровью Иисуса, попросить прощения у людей, то есть примириться, сделать все. Прийти и начать молиться, чтобы лукавый не просто клеветал на тебя, и чтобы у него не было, как Иисус сказал, вот идет князь Миросевый, во мне не имеет ничего. Не за что зацепиться. Вы знаете, когда ты в таком состоянии приходишь пред Господом, соединяешься с Господом, в тот момент я сто процентов могу сказать, не с дерзостью, а с дерзновением, я святой. Только от святой до освящается, только соединяющийся с Господом. Когда отверткой, вот мы в детстве играли с магнитом, потом на нее болтики клеили всякие. Почему она, это железо, как она стала магнитить? Потому что она побывала в атмосфере, в этом магнитном поле, она намагнитилась. Точно так же, когда ты будешь в присутствии Божьем, только через это ты, то есть то, что есть в Боге, вот эта святость, вот это все, она на тебе просто, ты побывал в той атмосфере, и ты выйдешь, выходишь оттуда святой. Понимаете, тебя сердце не осуждает, тебе радость спасения, ты просто свободен, тебя охота ликовать. Ну, как часто у нас это сложно это сделать, особенно в последнее время, я смотрю, многие люди, о чем Ваня говорил, что многие люди хотят что-то сделать, а вот что-то мешает. Где-то что-то мы сказали, где-то что-то мы завязали своими устами. Я хочу немножко говорить о такой теме, может быть, она не сильно такая, как бы популярная, комфортабельная для многих людей, но я вижу, что это очень насущная тема, и она немаловажная. Например, первый брат зачитал, что когда нечистый дух выйдет из человека, ходит по безводным местам, не находя покоя, что он говорит, вернусь, дом чистый и убранный, он не заходит, идет, берет всем злейших. Откуда он их берет? Это другой вопрос, но очень интересный. А как он выходит? Как нечистый дух выйдет? Просто так? Если он в человеке, скажите мне. Например, я сейчас вам скажу, друзья, мне понравился этот дом, пожалуйста, освободите его. Вы так легко встанете и уйдете? Да, конечно, это твой дом. Вы предложите изгонять? Это не просто так, попросить выйти. Значит, кто-то должен его выгнать, нечистого духа из человека. Опять же, он не всегда выйдет, если у него есть право на этого человека. Вас отсюда никто не выгонит, потому что у вас право есть на этот дом. Но если придет человек и покажет свои права по закону, конечно, будет сопротивление, что-то все равно так просто человек не отдаст свою территорию, но он хочет, не хочет, ему надо оставить. Тут и власти помогать начнут. Я образно дорисовал картину, как оно бывает в духовном мире. Я сам себе думал, вот у нас такая сложилась как бы в нашем мышлении, может быть, даже в нашем учении, что человек пришел к Богу, покаялся, отрекся. Ну что еще надо? Все, он прощенный, он намытый кровью Иисуса. И все автоматически, его прошлое ушло. Все, оно ушло, ему хорошо, он ликует, летает на крыльях, через два месяца смотрит, что он вернулся на свои круги. Я просто в своей жизни это не раз замечал, работая с молодыми братьями, ну со всякими разными контингентами людей. И что я замечал? Ну ты искренне видишь, ну человек покаялся, ну все, ну сто процентов прощенный. Тебя, он радуется, а проходит время, он раз, опять туда возвращается. Я думаю, Господь, да что здесь такое? Ну что-то значит недоделано, чего-то не хватает. Какие-то законы работают, что человек вот, как есть запинающий грех, да, он опять проходит время, он опять туда. И тоже молился об этом. И Господь потихоньку начал открывать. Что я увидел, да, вот просто это было в моей жизни. Написано, не давайте место дьяволу. Каждый из нас, вот о чем Ваня говорил, своими устами может дать законное право дьяволу на определенную область, и он будет нас поражать в этой области. Я знаю молодого человека, который сказал, у меня всегда будут деньги, у меня всегда будет хорошая машина. У него нет денег, у него нет хорошей машины, он на собрание не может приехать. Разгоняется на фривей, глушит машину и экономит бензин. От чека до чека, почему ты на собрание не ездишь? У меня нет денег. Я говорю, в Америке у тебя нет денег приехать на собрание, вот даже не поверил. А когда немножко поговорили, слушай, точно, есть финансовые затруднения, но есть, понимаете, поражение, конкретно это проклятие финансовое шло за то, что он только подумал в голове, он даже вслух не сказал. У меня всегда будут деньги, он кинул вызов дьяволу. Хорошо, что делать, друзья? Он покаялся, он отрекся от этой мысли. А что дальше? Что я увидел ровно 50% того, что я всегда делал, служа людям, человек кается, отрекается, я считаю, все. Он свободен, у него все проблемы решены. Нет, друзья, есть Божьи законы. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И дальше что? Это все сразу написано. И не давайте место дьяволу. Понимаете, когда вот этот закон работает? Когда ты разгневался, дал место дьяволу, но до захода солнца ты осознал и примирился, то есть это все быстро развязал, поставил на свои места, покаялся, отрекся, все. Все, завтра оно не будет работать. До захода солнца ты решил эту проблему. Если ты до захода солнца не решил проблему, дьявол на завтра имеет законные права на ту область, которую ты дал ему право. И ты потом каешься. То есть проходит время, ты видишь это слово уже в действии. Уже там проблемы. Или в детях, или у тебя в семье, что-то от этого. И ты ничего не можешь сделать. Ты каешься, отрекаешься, молишься. А у него законное право. И никто его не забрал. Понимаете, когда я увидел, изгонять будут бесов, у верующих будут сопровождать знамения. Изгонять бесов, возложат руки на больных, знаете, и самое первое изгонять. И что я увидел, да это даже как-то, ну, абсурд. Человек нормальный, здравый, столько верующий, может сказать, всю жизнь, да какое-то место может быть, или изгонять. Даже я не мог себе, ну, мне даже стыдно было об этом думать или говорить человеку. Ну, что я увидел, к сожалению, оно правда, друзья. И каждый из нас должен это делать. Дано место дьяволу. Мы покаялись, отреклись, мы забрали у него право. Но он уже, понимаете, то, что он поражал, он поражает. Как-то была молитва одна, и когда, ну, нечистый дух заговорил в человеке, у него спросили, на каком основании ты в этом человеке? Какие у тебя права, что ты сидишь в нем? Он говорит, у меня нету прав. А что ты в нем делаешь? А меня отсюда никто не выгнал. Вы понимаете, вот, когда такие моменты встречаешь, ты начинаешь понимать, что действительно, он покаялся, отрекся, но он уже был там. Есть давление извне, а есть давление изнутри. И вот что пишет Кремлина, нам шестая глава, я буду выборочно читать. Итак, умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает, и смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а живет, живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваших Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Друзья, интересное место. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом. Если мы под законом, значит грех над нами господствует. А если мы под благодатью, он не господствует. Это интересная тема. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание праведности? Благодарение Богу, чтобы, быв прежде, рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте, на чистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имеете тогда? Какие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Интересное место, да, как бы эта глава немножко открывает нам, что есть рабство от греха. И это написано верующим людям. И есть другая, я не буду все прочистывать своими словами, скажу дальше тут написано в седьмой главе, что желание добра есть во мне, Павел говорит, но чтобы сделать онного, не нахожу. А почему? Не я делаю, а живущий во мне грех. Друзья, а кто за грехом стоит? Кто вообще инициатор греха? Дьявол. И даже тяжело себе представить, ну как так, я верующий, крещённый Духом Святым, как может во мне жить грех? Друзья, как вы думаете, это Писание что-то неправильно тут говорит? Можно такое допустить? Верующий человек всю жизнь крещённый Духом Святым, а в нём внутри бесы. Сложно, я с этим не соглашался до тех пор, теория одна, пока ты не столкнулся в практике. Оказывается, может. Я вам постараюсь немножко объяснить это, как оно бывает в нашей жизни. Желание добра есть, но что бы сделать не хожу, не я делаю, но живущий во мне грех. Есть давление, вот почему, когда люди сильно пугают людей родовое проклятие, это просто, это харизматия, что только они говорят, люди возмущаются на это. Давайте поменяем это слово. Генетика, да? Потом есть, когда приходишь до врача, у тебя спрашивают, ну болит голова. Как долго болит? О, всю жизнь. А у папы болело, болело, у мамы болело, у дедушки, да, болело. О, дорогой, мы тебе ничем помочь не можем. Если у тебя год назад заболела голова, вот это, вот это сделай. В чем разница? Это, говорит, наследственная. То есть передалось наследственная болезнь, наследственная проблема передалась. Откуда наследственность? Кто стоит за этой наследственностью? Ну, как-то даже неохота думать, но приходишь, хочешь, не хочешь, ты понимаешь, что оказывается что-то есть такое, что передает. Один и тот же грех поражал дедушку, поражал папу, поражает и сына, внуков поражает. И ты смотришь, когда ты начинаешь с людьми разговаривать, тебе нужно, ну, Господь дает мудрость определить диагноз. Вот как к врачу приходишь, он спрашивает симптомы. Что болит, где болит, когда болит, как болит. Точно так же ты спрашиваешь, когда тебе этот грех стал тянуть, а как часто ты это делаешь вообще, можешь ли ты совладать с этим грехом. И вы знаете, что я увидел, какую картину? Один грех начинает с человека тот же самый грех тянуть, даже взрослый, там, 20-30 лет, одного в 15 лет. То есть человек увидел это, ну, что-то такое, родил этот грех. Соделанный грех рождает смерть. Сила греха закон. Любой человек, который сделал грех, он родил этот грех. И этот грех живет, он не умирает. Да, человек говорит, я могу не пить год-два, я свободен. Но каждый раз он сделал грех, он подкормил этот грех, он подрос. Он еще раз сделал грех, он еще раз его, он еще его контролирует, он маленький. Но что ты кормишь, то живет и растет. И каждый раз, когда ты выкармливаешь этот грех, когда он становится уже, как говорится, монстром, ты становишься рабом греха. И вот тут происходит что-то, нечто, когда вот вообще по закону Божьему ни один нечистый дух не имеет жить в человеке права. Не имеет. Но есть наследственное, когда родители дали место этому, или дедушке, бабушке, или это приобретенный грех. То есть, как я говорю, человек родил его. То есть Иисус никогда не войдет в жизнь человека, если он не пригласит его. Он говорит, я стою у двери, стучу. Кто услышит, а творит. Он не ломает волю человека. Он ждет нашего, когда мы пригласим, когда мы дадим все права на наш дом, на наших детей. То есть, Иисус, все, что у меня, это твое. Он ждет этого. И он хочет этого. Но мы ждем, когда он сам это возьмет. Он сам никогда не будет делать. У лукавого же у него другая тактика. То есть, есть какой-то момент, какая-то охрана снимается, когда есть давление извне. Когда ты можешь контролировать этот грех. Иногда через время все-таки желание подходит, человек падает. Но есть время, когда он уже живет внутри. И тогда уже не я, и ты ничего не можешь сделать. Вот смотрите наркоманы, что с ними происходит. Что с человеком, который конкретно уже алкоголик. Он не хочет, а он не может. Вот что тут, как тут быть. То есть, определенный момент. Я же говорю, если это с детства его начинают преследовать. С маленького возраста определенный грех. Это наследственное. Тут нужно разрушать. Отрекаться от родовых проклятий. Хотя написано, как это пословица. Да не будут говорить пословицу, отцы наши ели виноград, а на губах детей оскомина. Но это пословица. Это не есть, как закон Божий. Но есть в принципе. Вот сегодня приводили пример загаванитян. Смотрите, 300 лет назад они заключили нечистым путем, лукавством своим мир с Израилем. Через 300 лет их Саул истребляет. Саула нету. Это же грех Саула. А весь народ несет за это. Давид уже, Господи, да в чем причина? Саула-то давно нету. Это же его грех был. Причем здесь мы и народ твой. А Бог говорит, за грех Саула. Понимаете, есть такая вина. Как говорится, есть другая сфера. Саул был царь Израиля. Почему пришло на весь Израиль? Потому что все было, что под его властью, оно попало под поражение. Если под властью отца я что-то сделал, оно придет в мою семью. Если пастор сделал, оно попадет в церковь. Если это сделал, как говорится, президент или царь, царь, оно начинает влиять на другие сферы. И вот получается, когда ты видишь, что в человеке уже этот грех есть, он кается, отрекается. На какое-то время приходит, как говорится, свобода. Но потом опять он попадает в этот грех. И когда я стал об этом думать, Господь мне открыл какие-то законы, которые не писаны, они между строк написаны, я стал понимать. И когда вот этот нечистый дух еще, как бы так сказал, у меня нету прав, но меня никто не выгнал. И я понял, если действительно нужно поставить диагноз, найти, если человек может еще что-то сделать, кается, отрекается, все, слава Богу, жизнь поменялась, не надо ничего лезть. Но если он опять попадает, опять попадает, вот тут нужно уже изгнать. Чтобы изгнать, нужно забрать законные права. Ну ты можешь изгнать, приложить силу, сам время потеряешь, он выйдет, но он вернется. И не просто вернется, еще семь злейших притащит. И что вот я раньше думал, что это изгнать бесов надо из неверующих. А что я сейчас понял, что из неверующих вообще нельзя изгонять нечистых духов. Получить освобождение и исцеление намного легче, чем его сохранить, друзья. Человек получил исцеление. Вот у нас был случай, сестра одна помолилась за спину. И она ходить не могла. Тут же все, она все нормально. И говорит, я говорю, какие тебе мысли приходят? Она говорит, ты знаешь, вот такая мысль, что у меня обезболивающие стали работать. Всю неделю не работали, а тут раз резко заработали обезболивающие. Я сразу уловил, что дьявол уже сомнение тут же посеял. Обезболивающие. Я говорю, дорогая сестра, вот скорее всего придут эти симптомы, похожие на ту боль, но ты не соглашайся с ними. Положь руку на больное место и скажи, во имя Иисуса Христа я не принимаю. Я исцелена ранами Иисуса. И через неделю тоже соотточено ее встречаю. Она говорит, было так, через два дня этот симптом, мне положила руку, не согласилась с этой болезнью, ушла. А если бы не дал наставление вере, о, опять сомнения, опять это прицепилось. Понимаете, мы сами. Сохранить не так бывает просто. Нужно отстоять свою свободу. Почему? Потому что там кто-то был хозяин, который причинял тебе боль, который получал удовольствие, а тебе дискомфорт. То есть нужно отстоять. Точно так же и свободу духовную нужно отстоять. Человек неверующий, ты ему только повредишь, когда он получит освобождение. Потому что всем злейших придет, ты только хуже сделаешь. Все, что ты можешь делать с неверующими людьми, когда мы ездим и евангелизируем в разных странах, ты их приводишь ко Христу. Покаяние, отречение, от всех родовых наследственных проклятий. Он принимает Христа. Молимся за исцеление. И потом идет процесс. Человек видит себя, где что, что-то сразу ушло в его жизни. То есть это процесс. Освещение идет. То есть нужны люди, которые, почему за ними нужно смотреть, как за маленькими дитями. Что, где, как. То есть вовремя давать ту пищу, которая ему нужна. И когда, что я еще заметил, что не за всех верующих можно молиться за освобождение. Знаете, когда я это увидел, я просто был удивлен. Думаю, Боже, оказывается, есть действительно такие законы опять. Есть верующие, которые говорят, вот у меня проблема, помолись. Но он завтра не собирается отстоять эту свободу. Он будет также проводить время впустую на телефоне, на телевизоре, то есть в своей суете. Я говорю, слушай, не можем, нельзя, тебе хуже будет. Но у меня проблема, я понимаю. Но пока ты человеку не дашь наставления, веришь, что он не может просто расслабляться, не читать, не молиться, иначе хуже будет. Есть люди, которые говорят, я готов на все. Все. То есть Иисус пришел измученных отпустить на свободу. Вот когда человек измученный, он согласен на все. Вот такое служение для этих людей, вы знаете, оно просто, оно им благословением служит. У них начинаются перемены в лучшую сторону. Знаете, оно вообще, вот есть вот действительно какие-то моменты, которые блокируют наш духовный возраст. Дух Святой живет в Духе Человеческом. Бесы живут в теле. Почему у нас получается как бы непонятно, ну как бесы могут жить? У меня Дух Святой, как они могут находиться в теле? Знаете, я сам это не понимал, пока не увидел своими глазами. Это было лет пять назад. Мы были на служении там, по-моему, на Кавказе, в России. И когда человек начинал молиться на языками, у него в животе начинались какие-то движения. Я думаю, подожди, подожди. Он пришел к Богу, его прокляла мать, он занимался оккультизмом. То есть у него такой букет был, он занятый был, ну там 99% даже сомнений не было. Я думаю, как в него вошел Дух Святой? Я усомнился, думаю, какой там Дух Святой в него вошел? Он уже был занятый, знаете. А потом он начинает кому-то там дискомфорт он причиняет. Я сначала подумал, это не Дух Божий. Ну, своим таким небольшим опытом, умом. Я так думал, наверное, что-то не то. Ну, почему он молится языками, а у него внутри дискомфорт тому, кто там сидит? На то время я не понимал. Просто Господь меня поставил перед такой вот фактом, что тебе нужно этот вопрос разобрать. Я стал у других спрашивать. Те, кто занимается этим, да, оказывается, есть такое. Но как оно бывает? Потом я что увидел? Насколько Господь любит человека, да? Что он посылает вот это вот грязное тело, да, своего драгоценного Духа Святого ради спасения человека, чтобы его вытянуть оттуда. Оно, конечно, за лучше, чтобы был дом чистый, чистый, убранный. Когда Дух Святой входит, человек просто, у него нет проблем, нет времени тратить на свои вот эти проблемы. Когда ты только с одной решили проблемы, ты сюда залез, здесь решил, сюда залез. У тебя нет времени общаться с Богом. Ты решаешь проблемы, и постоянно ты проиграешь. Там только выиграл, тут проиграл. Господь не хочет этого. Он не хочет, чтобы, друзья, чтобы народ грешил, чтобы он болел, чтобы потом страдал за это. Господь нас призвал не к чистоте, к святости. То есть, когда правильно человек приходит к Богу, оставляет все, получает свободу от всех. Вы знаете, его духовный рост, он просто, я вижу людей, которые за два года жизнь поменялась настолько радикально, и не один этот случай. тоже так вот присутствие Божие на молитве, его коснулся Дух Святой, он себя увидел, он реально увидел, что он в проблеме. А вчера ему говорили, ничего не видел. Всю жизнь верующий, Библию читает, не понимает, церковь идет, лишь бы ничего не сказали. То есть, как немаленькая часть верующих делает это. И в один момент просто он увидел себя, пришед в себя. И когда увидел, знаете, на первый уровень было достаточно покаяния, отречения. Потом прошло время, целый год был процесс освящения. Господь указывал, Дух Святой говорил, вот это проблема, вот это проблема. И пришло время, когда он увидел, что уже какие-то проблемы не решаются, вот там нужно уже освобождение. Знаете, после молитвы освобождения этот человек, и не один человек за год, ты смотришь, думаешь, у него такие откровения, да я еще таких не имею. Ты думаешь, вчера тебе не о чем было с ним говорить, а сегодня ты уже думаешь, ты отстаешь от него. Такой духовный рост, понимаете, это нормально, это естественно, чтобы мы не сидели или не ходили вокруг горы, это 40 лет. Пришли, покаялись, заповеди приняли, аллилуйя, слава Богу. Если в нашей жизни ничего не меняется, друзья, это ненормально. Это ненормально из веры в веру, из славы в славу. Наверное, самое, что я прошу Господа, Господь, не дай мне никогда остановиться в познании. Павел, это у Павла была мысль, цель, я все почитаю щитой ради превосходства познания от тебя. То есть он все, его цель была познать Господа. Я думаю, Павел, ну тебе-то уже куда знать? Ты все знаешь, практически как бы. Мы ориентируемся на него, а ему мало было. Мало было. Вы знаете, есть блаженный нищий духом. Блаженный нищий духом. Им всегда мало. Им всегда мало. Господь, я хочу большего, больше. Тебе не хватает. Ты читаешь, ты просто не можешь оторваться. Тебе охота большего, большего. Вот это состояние, оно так прекрасно, оно так приятно. И Господь хочет, чтобы мы все были в этом состоянии. Чтобы мы действительно, мы всегда стремились, росли. Вы знаете, наше будущее зависит от нашего настоящего. То есть, если здесь на земле, то есть, наша награда, награда на небе зависит от того, насколько мы здесь приблизились к Господу. Насколько мы здесь, вот действительно, вот это, разрешили эти все проблемы. И что я уже не раз говорил, знаете, что для себя я открыл, что, я говорю, Господь, так рай, это оказывается, самое низкое место на небе. Туда попадет только, как головня из огня, как разбойник на кресте, ничего доброго не сделал. А есть Высший Иерусалим, есть невеста Христа, понимаете, ученики просили, дай нам по правую сторону, есть намного лучше. Павел был восхищен до третьего неба. То есть, есть моменты, у Бога много обители, когда я подумал, Господь, для меня, ну, меня не устраивает, я не хочу просто в рай попасть. Вы знаете, я не хочу, действительно, всю жизнь промучиться, и только-только спастись, как говорят, нету порога, а там уже, не знаю, места нету, там столько миллионов людей уже в этого порога. То есть, Господь хочет лучшего, и по мере того нашего духовного роста на земле, определяет будущее. Возьмите, вот прекрасный пример, Павел, да, я никогда не соглашусь, что он будет с разбойником на одном уровне, как бы, да, с Господом. Нет, тот просто, он спасенный, да, а этот, этот получил, собирайте себе сокровища, нетленные, знаете, которые не заряжая, стреляют. То есть, мы здесь на земле себе приготовили вместо там. Друзья, пусть вас Господь благословит, и каждый пусть просто пересмотрит, и увидит, если у него есть проблема, к которой он кается, отрекается, но она все-таки, она все-таки ему мешает, он не может это сделать, не я делаю, а живущий во мне. Вы знаете, если он живет, нужно его оттуда выгнать. А выгнать не просто так, я покаялся, отрекся, оно автоматически ушло. Я так считал, и многие так люди считают, но когда ты начинаешь работать, служить людям, когда ты конкретно, для чего дал дар распознания духов? Для чего он дан? То есть, ты даже вот, что удивительно, они настолько прячутся в человеке, пока ты не назовешь этот, его имя, тот, кто прячется, он даже не шевельнется. Только ты назвал его имя, там такое происходит, думаешь, да вроде бы все было нормально с этим человеком. Вы знаете, вот это вообще интересная такая, как говорится, тема и вообще служение. Но я хочу, чтобы каждый из нас просто помолился Господу. Вот то, что мы сейчас, Ваня то, что говорил, если кто-то где-то связал себя устами и видит поражение в какой-то области, друзья, вам нужно пойти мысленно туда, попросить прощения за те слова, отречься от них, отказаться и изгнать. Каждый человек должен, он имеет право, противостаньте дьяволу твердой верою. Друзья, никто за вас это делать не будет, ни пастор, ни какое-то помазание. Ты должен противостать твердой верою, изгнать его со своей территории, которая принадлежит тебе, отвоевать, но для этого нужно забрать права. Если у человека, мы так советуем, если ты так это все делаешь, а не работает, все равно ты видишь, все равно тебе тяжело, что-то не это. Вот тогда нужно уже попросить людей, которые немножко больше в этом понимают, то есть предложить, как один изгонит, победит тысячу, двое десять, а трое уже тьму. То есть закон процесса умножания. То есть есть, когда человек сам не может, ему нужно, чтобы кто-то помог. Поэтому, дорогие, пусть имя Божие прославится, за все ему добыть славу, в веки веков. Аминь.